Доброго времена, к своему Брежневому Арталаске и в этом видео я расскажу вам про различные виды графических планшетов а также их дорогие и не очень альтернативы ну и конечно же отвечу на самые часто задаваемые вопросы по этому поводу Самый частый вопрос, который задают новички видно ли на планшете то, что они там рисуют и когда они понимают, что есть планшеты, на которых видно, что ты рисуешь и на которых не видно, появляется новый не менее интересный вопрос а удобно ли это? и как раз во всех таких тонкостях и мелочах я хочу рассказать в этом небольшом видео надеюсь, оно окажется для вас полезным Первый вид планшетов – дигитайзеры на них не видно, что вы рисуете это такая площадка, по которой вы вводите специальным пером, стилусом и все ваши движения отображаются на экране монитора удобно ли это? Более чем поначалу это может показаться непривычным и неудобным но буквально через час-полтора привыкаешь и никаких неудобств не возникает Наверное, наиболее частый вопрос после тех двух это, конечно же, стоит ли покупать графический планшет с Алиэкспресса или вообще с Китая потому что, помимо Алиэкспресса, есть еще множество других сайтов где можно за гораздо меньшую цену заказать подобную штуковину себе и да, на Алиэкспрессе, конечно же, можно спокойно совершенно заказывать себе эти планшеты при этом получая гарантию у вас в коробке уже будет лежать гарантийный талон и он будет действительный помимо всего прочего, те же марки, которые я рекомендую в своих видео, на которые я делал обзор они также есть у нас в России, продаются в тех магазинах, в которых вы привыкли их покупать там тоже NVIDIA, DNS, Citilink и так далее но там они все равно будут стоить дороже, и это факт где именно их покупать, в принципе, решать уже вам но, как вы понимаете, на Алиэкспрессе, конечно же, будет в разы дешевле но при этом товар совершенно тот же по поводу того, брать с Китая или все-таки поиграться с лакомом я все-таки рекомендую как минимум начать с Китая с того же GAMON или HAYON потому что это достаточно качественные бренды они делают очень хорошие модели с теми же характеристиками, что и ваком но они берут такие огромные деньги за имя и 100 бренд у графических планшетов есть различные размеры и есть мнение, что все профи работают с максимально возможными нереально большими размерами планшетов но отнюдь это не так размеры рабочей области, вещь сугубо индивидуальная и далеко не на каждом столе есть место для большого графического планшета я лично предпочитаю средние размеры так как всю область я обычно не использую а работаю в небольшом радиусе от центра по этой же причине многие профессиональные художники брут маленькие планшеты они занимают мало места, значительно меньше стоят и его хватает для большинства нужд но я считаю, что маленькие планшеты подойдут для фоторетушек, каллиграфии игр наподобие осу, где наличие графического планшета просто необходимо ну и собственно небольших зарисовок скетчей а вот большие размеры рабочей области обычно предпочитают люди с размахом которым мало одного холста и они привыкли делать большие широкие мазки кистью на маленьких размерах они будут выходить за рамки и им это не понравится поэтому самый оптимальный вариант средний размер рабочей области как правило на них также имеются настраиваемые кнопки, которые позволят вам обходиться без клавиатуры вовсе а если у вас есть модуль Wi-Fi подключения на планшете, то вы вообще можете рисовать лежа на диванчике а если еще вместо монитора использовать большую плазму телека из плюсов дигитайзеров можно выделить их относительно небольшую стоимость малые габариты, возможность подключения к любому монитору, подключенному к вашему ПК или ноутбуку из минусов пожалуй только то, что их необходимо подключать к ПК или ноутбуку так как сами по себе они не автономны и нуждаются в такой вот рабочей станции впрочем, есть графические планшеты, на которых видно все, что ты рисуешь только называются они уже графические дисплеи по сути это такой же монитор, но вместо мыши у вас перо для рисования сразу скажу, что мне по началу лично было неудобно и очень непривычно по сути гитайзера но как известно к хорошему быстро привыкаешь из минусов таких мониторов можно выделить только их высокую стоимость и большие габариты также для большинства моделей требуется свободный порт HDMI и если они у вас заняты, то подключить этот не получится но как правило даже на средненьких ПК есть минимум 2 HDMI порта а на ноутбуках этот порт тоже свободен просто на всякий случай проверьте этот момент перед покупкой подобного монитора есть еще один минус, но вполне решаемый когда вы рисуете на обычном дигитайзере, ваши шеи находятся в прямом положении в случае с монитором голова как правило опущена и через час-два работы в таком положении начинает затекать что довольно негативно сказывается на здоровье но как я уже говорил, здесь все решаемо достаточно расположить монитор так, чтобы не наклонять голову и все будет отлично а вот из ощутимых плюсов этого планшета его можно использовать как второй монитор а это огромное преимущество на одном мониторе вы рисуете, на втором у вас расположены референсы чат с вашего стрима или какой-нибудь сериальчик на большинстве моделей также есть различные настраиваемые кнопки которые позволят вам обходиться без клавиатуры наконец самый дорогой вид графического планшета который по сути им не является графический компьютер в случае с предыдущим видом мы имели только монитор который необходимо подключать к ПК или к ноутбуку в этот раз у нас уже целый компьютер спрятан под видом графического дисплея это мечта для многих, потому что вы можете взять его с собой куда угодно и рисовать в дороге, в метро, в кафешке, дома под пледом с котом в обнимку это впрочем очень удобно и прикольно, но безумно дорого и на мой взгляд не оправданно поэтому я предпочитаю более простой и дешевый вариант использование айпада или обычного планшета на андроиде предпочтительнее конечно использовать айпад не потому что это айпад, а потому что под него заточены большинство инструментов и программ для наших целей к айпаду нужно прикупить apple pencil и в идеале программу procreate и вы получите все те же преимущества что и с графическим компьютером за цену в несколько раз меньше и помимо как графического планшета можете использовать его и для других целей для андроида также есть специальные стилусы в пределах нескольких тысяч рублей и профессиональные программы для рисования что из этого выбрать это конечно же решать вам ну и на этом все, ссылки на всех поверенных продавцов у которых я лично покупал все эти графические планшеты естественно ждут вас в описании по вот этим видео а если оно вам понравилось ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал с вами был Арталаски, пока! Субтитры сделал DimaTorzok